Сегодня мы поговорим о том, как развивается выбранная ситуация в Кыргызии. Да, политическая ситуация в Кыргызии, которая повлечет за собой наверняка перемены экономические и перемены в жизни всей этой республики. Андрей у нас занимается плотно вопросом проработки эпизодов и сбором статистик и отчетов по этой стране. Расскажи, чем ты занимался до того, как оказался в нашей компании, скажи немножко о себе, кроме антропологии. Я антрополог, и кроме этого я с 1998 года примерно занимаюсь электоральными технологиями, социологиями, технологиями выборов, техниками управления, общественным мнением, техникой индивидуальных политических карьер. Я знаю, что у тебя есть политические участия. Сколько вообще было примерно? Ну, у меня на самом деле немного, а чуть больше 40. Но сейчас вот 45. В данный момент идет три избирательные кампании. Да, понятно. Причем от избирательной кампании в Кыргызии я благоразумно отказался в Кыргызстане. Не будет вдаваться в подробности. Итак, первый вопрос. 15 октября в этой стране будут выборы. Насколько я знаю, там было 59 кандидатов в президенты, сейчас их стало меньше. Можешь пояснить, что там сейчас происходит? До последнего времени Кыргызстан был самой демократической, пожалуй, страной Средней Азии и одной из самых демократических на пространстве СНГ бывшего. Собственно, поэтому Адмазбек Атамбаев, который действующий президент, он не может быть избран более чем на один срок. Это закон, который очень жестко соблюдается. Никаких уловок там невозможно. Регистрация кандидатов в президенты в Кыргызстане очень, а не сложная. Значит, залог в миллион сом, либо выдвижение от политической партии, и сдача экзаменов по национальному языку, по кыргызскому. Ну и плюс некоторые там достаточно простые формальные признаки, ну вроде как сдача документов, паспорта, примерно как у нас. Но поскольку требования очень мягкие, политических партий много, и для самовыдвижения достаточно внести как залог очень небольшую сумму, то было действительно 59 кандидатов на 1 августа зарегистрированных, не у всех приняли документы. А сейчас их осталось 56. То есть для большинства стран мира, даже может быть кроме США, это нереально большая цифра. Это очень много. Но, конечно, среди них есть явные совершенно фавориты, а есть люди, которые просто таким образом пытаются поднять рейтинг своей небольшой партии, или засветиться в своем даже, может быть, районе проживания. И сейчас уже наблюдается такой процесс, то есть по 4-5 кандидатов от разных партий объявляют о создании предвыборных блоков для поддержки одного из кандидатов. Однако, тем не менее, формально все, кто будет зарегистрирован, будут претендовать на высший пост в стране. Собственно, фаворитов немного. Это Женбеков, это Бабанов, это Масадыков. Это вот три человека, которые обладают в прошлом компетенциями премьер-министров. Это все три очень богатых человека, скажем так, у которых есть ресурсы для ведения избирательной кампании самостоятельной, финансовой прежде всего. Есть еще такой интересный очень кандидат Турсунбеков, который известный в Кыргызстане дипломат, которого поддерживает американская сторона. Но поскольку он не самый богатый среди кандидатов, у него шансы, скорее всего, небольшие. Самый интересный с точки зрения европейской такой конвенции прав человека, скажем так, европейского пути развития Кыргызстана, общедемократического, это, конечно, был Игорь Трофимов. Он представлял интересы не только русскоязычного населения, как часто о нем говорят, он представлял интересы, в общем-то, тех, кто не готов жить в республике, идущей по пути феодализации некоторой, усиление, дальнейшее усиление роли ислама, возврата к таким, ну, порой даже средневековым нормам, ну, когда общество организовано по кланам, по родственному принципу. Вот. Ну, разумеется, что как раз именно этого кандидата-то в Министерство юстиции ни до каких выборов не допустил. И сейчас, насколько я знаю, на текущий момент он, по-моему, в заключении даже находится. Понятно. Вот второй вопрос по поводу того, как изменится жизнь, какие будут изменения в социуме в связи с выборами, с прогнозами на кандидатов. Ну, если прогноз наш сбудется, электоральный, а он сбудется с вероятностью, примерно, 99% в отношении того пула кандидатов, кто имеют шансы, значит, во-первых, Кыргызстан перестанет быть такой же демократической страной, которой он сейчас является. То есть вот эти вот последствия, знаменитая революция тюльпанов, они, видимо, будут окончательно перечеркнуты. Но за одним исключением, что станет ли Кыргызстан полностью парламентской республикой или полностью президентской, или сохранить нынешний статус парламентско-президентский, это будет уже решать, видимо, партийная коалиция. Но совершенно очевидно, что курс на исламизацию, который сейчас уже очень заметен, он усилится. Большинство кандидатов имеют поддержку южан, то есть ошских Кыргызов, а не бешкерских. Это значительно более радикальные исламисты, нежели северные Кыргызы. Далее структура вот эта кланово-родовая одинаково сильна и на севере, и на юге. То есть она не слишком соответствует принятой международной такой системе ценностей, которая все-таки базируется на декларации прав человека. Я думаю, что совершенно не понравится возникающая ситуация тем, кто привык к относительной свободе вероисповедания, кто видит Кыргызстан идущим по европейскому, в общем-то, пути, где развитие наук и развитие промышленности основано не на усилении эксплуатации человека и ужимании человеческих прав, а наоборот на развитии человеческого капитала, на развитии людей как личности. Объяснение очень простое ведь этому всему. Кыргызстан страна бедная, очень бедная. Государственный бюджет не превышает миллиарда долларов. Даже чуть поменьше, если не считать скрытых дотаций. Россия сейчас не в том экономическом положении, чтобы Кыргызстан поддерживать крупными какими-то суммами. Соединенные Штаты Америки из-за вот этой ситуации с базой военно-воздушных сил и, в общем-то, завершением операций в Афганистане, ну, тоже экономят бюджетные средства, не платят таких больших сумм за вот эти арендные отношения, за транзиты по территории Кыргызстана. Фактически единственное, что остается в республике, да, это сельское хозяйство для самопрокорма и золото-добыча. То есть каких-то прибавочных средств денежных на ближайшие лет 10-15 ждать не приходится. А как только население начинает беднеть, сразу возникает средневековая модель управления. Вот последняя новость. Последняя партия паломников отправилась в Мекку из Кыргызстана. Да, то есть это... При том, что это серьезные суммы денег, это дорогое путешествие, да, даже беднейшие люди стремятся совершить хадж. Это говорит о чем? О том, что вот эти ортодоксальные религиозные ценности, причем наиболее жестких вариантов ислама, потому что все-таки в ваххабитскую страну едут, в Саудовскую Аравию, начинают превалировать над семейными и общечеловечествами. Понятно. Мы не так давно были в Бишкеке, и что меня удивило и порадовало, да, люди просто сориентированы на иммиграцию, на иммиграцию в Соединенные Штаты. Очень много языковых школ. Ну, то есть, если человек, допустим, настроился на переезд, он без труда может это сделать. В отличие от других стран, в которых мы также бывали и видели, как происходит исламизация, да, то есть когда перекрывают полностью человеку выезд, например, взять Узбекистан с их вот этими вот вкладышами, да, паспорт, АВИР, так называемый, когда люди, даже оказавшись здесь в Российской Федерации, пройдя процедуру в Международной Организации по Миграции, получив статус-пароль, тогда еще по поправке Лотенберга, просто не могут уехать, потому что без этого ваучера просто покинуть территорию Российской Федерации и Беларуси в том числе невозможно, то есть возникают некоторые проблемы. В Кыргызстане я такого не увидел. Сейчас могут быть очень серьезные... Кыргызстан, честно говоря, пока еще пользуется вот этими плодами революции тюльпанов, где достаточно свободный въезд и выезд по стране, да, где достаточно все еще свободно развиваются, вот как вы верно заметили, системы языковой подготовки, системы университетского обучения, совпадающей с американскими либо с европейскими стандартами. И, к сожалению, вот это все доживает последние годы, дни и месяцы, потому что кто бы из озвученной группы не пришел, это будут сторонники ортодоксально-исламского развития, просто в разных версиях, да, действительно, южный и северный. Кроме того, поскольку из вот озвученных фамилий Женбеков, ну, признанный даже, судебно признанный коррупционер, Бабанов, взяточник в особо крупных размерах, Тимир Салиев, да, тоже человек неоднократно увлеченный в нарушение законов, ну, если они не соблюдают собственное уголовное право, было бы достаточно странно, чтобы они соблюдали какие-то конвенции в области гуманитарных прав. Разумеется, они будут исходить из соображений тактической, текущей, экономической, политической целесообразности. Хотя, как мне кажется, верный стратегический путь – это все-таки приобщение Кыргызстана к западной цивилизации и противодействие вот этой вот секуляризации. Но они-то выберут как раз прямо противоположный путь. То, что это бывает происходит очень быстро, мы можем наблюдать на примере многих стран, даже вот Турция с давними демократическими традициями, смотрите, как она быстро стала превращаться в такую одновременно и в страну немножко третьего мира, и в такую страну вполне все ортодоксального ислама. В России это очень четко видно на примере Дагестана. Понятно. Что делать людям, которые не поддерживают практически будущую власть? Куда им идти? Каким образом им защищать свои права? Многие, наверное, также остерегаются за свою безопасность, за жизнь и здоровье своей семьи, своих близких. Что делать людям в такой текущей ситуации? Ну, я, во-первых, напомню, что первым громким и кровавым конфликтом на территории бывшего СССР, тогда еще действующего СССР, была Ожская лезня, лезня в Ожской долине. Конфликты в Кыргызстане, они никогда не исчезали, конфликты между равнинными и горными кланами, между шиитами и сунитами, между разными направлениями внутри каждой из этой ветвей ислама. Плюс к тому, в Кыргызстане всегда исторически существовал очень серьезный конфликт за право распоряжаться водой для орошения. Вот, собственно, во многом элита держится, местная районная элита держится за счет владения вот этими водополивными системами. То есть, сама по себе ситуация в Кыргызстане достаточно конфликтная и бедность его усугубляет. Огромное количество людей, конечно, стараются уехать на заработки. Но меняется политика России. Относительно недавнее время человек ехал по рабочей визе, ему довольно легко продлевали пребывание. Да, сейчас в России вообще виза не нужна для граждан. Нет, ну да, крайне редко депортировали. Потом сделали открытый и вообще открытый въезд. Вот. Но при этом, например, стать гражданином России, гражданином Кыргызстана, все сложнее и сложнее последние годы. Потому что появляются требования образования, требования к знанию языка. Причем, раньше можно было просто купить эту справку по обладению русским языком. Сейчас это гораздо сложнее. Потому что МФЦ документы, это автоматизированная система. В связи с этим, многие, я думаю, те, кто раньше ориентировался на эмиграцию в Российскую Федерацию, чтобы там осесть, привезти потом семью, вынуждены переориентироваться на другие страны. А для России, кстати говоря, вот этот эмиграционный вариант, он еще чем плох. В современной России, Кыргызстан, особенно после победы исламистов, будет восприниматься как ядерная территория достаточно воинственного ислама. Государство противодействует экспорту исламской идеологии в Россию. Жители Кыргызстана, которые поедут, все хуже и хуже будут воспринимать как жертв исламизации, а будут воспринимать как агентов ислама, которые стремятся мигрировать, будут внедриться и наводнить исламом территорию Российской Федерации. Обратная, кстати говоря, ситуация в Средних Штатах Америки. Сейчас, сейчас еще действует такое представление, что люди едут из самой демократической страны Средней Азии, просто изображая жертву, изображая, что их преследует. Сейчас Кыргызстан запускает процедуру ужесточения исламизации, развития исламизации, что естественным образом нарушает статьи 18.21, вот этот вот столбец Декларации прав человека, да, потому что свобода вероисповедания, в частности. То есть, свобода не исповедовать никакую религию. То есть, Кыргызстан может спокойно попасть в список стран, запрещенных для Соединенных Штатов, как исламское государство, то, что сейчас ограничение. Ну, я думаю, что скорее наоборот мигранты из Кыргызстана, да, те, кто будет мигрировать по соображениям религиозных притеснений или притеснений как атеистов, например, да, что тоже вполне возможно. Или по соображениям притеснений этнических, потому что в Кыргызстане же гражданами Кыргызстана являются и кыргызы, и русские, и узбеки, да, и при той политике, которую особенно, скорее всего, будут проводить победители южане, они уже заявили, что будут превращать Кыргызстан в исламское моноэтническое государство. Да, одна религия, одна нация. И, соответственно, всем другим, всем инаковым, нам будет угрожать реальная опасность. И не только права, но и возможные жизни, и здоровье членов семьи. В принципе, Соединенные Штаты Америки воспринимают такие угрозы, как реальные, и стараются помочь таким людям. Да, кстати, я смотрел уже по отчетам правозащитных организаций, много материалов, которые можно будет использовать для кейса. То есть, уже тенденция пошла, да, по сбору информации. И надо просто этим пользоваться. То есть, если вы живете сейчас в Кыргызстане и оказались фактически в гуще событий, то можно выйти и даже в положительное том, что... Да, сейчас, честно говоря, политическая ситуация ставит мигрантов из Кыргызстана вот такой нагревень волны сочувствия. А причем, я так думаю, что уже к середине сентября, к середине сентября, там политическая борьба достигнет высокого накала. И это будет накал между самыми жесткими вариантами и чуть менее жесткими. Потому что все, кто сторонники, ну, скажем так, либерально-демократического развития Кыргызстана, они уже не допущены к выборам, получается. Ну, по крайней мере, они не смогут даже озвучить свои политические платформы на фоне вот этих фаворитов. А Соединенные Штаты очень внимательно следят за этой ситуацией. Почему? Потому что, во-первых, все-таки база, во-вторых, они воспринимают Кыргызстан как сердце Центральной Азии, а для них это имеет огромное значение. Ну, в плане присутствия на Ближнем Востоке, в Афганистане, да, потому что это все пути наркотрафиков. Но из-за этого собирается огромное количество разнообразной информации, которая доводится и до государственного департамента, и до иммиграционных служб. То есть, они очень профессионально, очень тщательно мониторят ситуацию в Кыргызстане. Я думаю, что после 15 октября, когда будут подведены итоги выборов, окажется, что страну возглавил сторонник жесткого моноэтнического исламского курса и, скорее всего, выходец из Ожских каргызов будет сформировано четкое представление, что людям и на взглядах в Кыргызстане угрожает реальной опасности. Понятно. Мы этим сможем воспользоваться, так как уже еще выборы даже не наступили, мы уже фактически готовимся к потоку эмигрантов из Кыргызстана по направлению политика, по направлению религии. самых основных направлений, которые мы будем отрабатывать. Может быть, кстати, даже возникнет, я, конечно, как антрополог не хотел бы, чтобы это случилось, но может возникнуть даже такое направление, как этничность. Могут возникнуть даже этнические беженцы. Потому что такая ситуация, как вы помните, с Элими была из Туркмении, когда русские оттуда просто, ну, действительно, стремились вырваться, потому что это была полноценная этническая дискриминация на грани с геноцидом. Вот. Просто тогда этих беженцидей принимала все-таки Россия. Да, значит, мало крайне надет, что русскоговорящее население Кыргызстана, которое захочет его покинуть, потому что их права, несомненно, будут ущемляться, захочет принять именно Российская Федерация. Это очень сложная процедура и крайне забюрократизованная, и причем которую в любой момент могут прервать и выслать назад именно в Кыргызстан, где уж точно такому человеку не поздоровится. Но это как в Узбекистане за второе гражданство. совершенно верно. Да, да, уголовная статья именно так. То есть, это будет очень тяжело. И в этом плане может быть эммиграция в США для русскоязычной диаспоры Кыргызстана это тоже хороший выход. Я думаю, что свои ребята в Кыргызской общении, в Чикаго, крупная община, я думаю, помогут. В том числе и с ходатайствами. Это все будет в процессе взаимодействия с офисом ICE. Смотрите до наших будущих видеороликов. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, ну и пользуйтесь возможностью, которая сейчас идет прямо в углу. Конечно, открылся коридорчик, но этот портал вечно не просуществует. Это примерно как в Узбекистане. И удачи вам в миграции.